Эй, йо, а также переходи на мой второй канал, там вышло новое видео, где я прохожу челлендж, попробую угадать её возраст, и это видео довольно смешное, так что переходи и смотри, я жду тебя там. Чё творим, бро? Меня зовут Сергеонис, и это потерянный эпизод Мимимишки. Эту серию мне прислали в директ, мой давний подписчик, он уже давно хотел, чтобы я посмотрел эту серию, но я не верил, что это какой-то потерянный эпизод. Но как оказалось, это был самый настоящий потерянный эпизод, и тут я понял, что все дети видели эту. Серия началась с того, что шёл очень сильный дождь, Кеша хотел выйти на улицу, но не мог, ведь его зонт куда-то пропал, и ему пришлось ждать, пока пройдёт дождь. Как только закончился дождь, Кеша побежал к Тучке, чтобы узнать, не брал ли тот его зонт. Тучка ответил, что у него есть свой, но как только он показал на его, его там уже не было, как будто только что его украли, и Тучка был в шоке. Кеша сказал, что надо их искать, и что им надо оставать полицейским, чтобы найти пропажу. Тучка поддержал эту идею, они приняли образ полицейского, и поехали искать пропажу. На скамейке сидела лисичка, Тучка спросил, ли не пропадал у лисички зонтик, но Кеша ей не доверял, он начал на неё наезжать, чтобы она сказала правду, но всё же лисичка ничего не знала. Тучка сказал, что нужно идти искать следы. Начались помехи, после помех было показано, как Тучка и Кеша уже стояли около иглы, и искали следы. Они приказали Цыпе искать следы, но Цыпа была очень странной, её глаза были белые, а если заглянуть в них, то там ничего не было живого. Это был живой труп. Цыпа начал медленно их куда-то везти, он хотел их сбыть следа, и водил их вокруг иглы. У него это получилось, они сбыли следа, но потом Цыпа начал сам куда-то идти, мышки начали за ним следить, он привел их к огромному гнезду птицы. В зонтах сидели маленькие птенчики, но их глаза были чёрные, они вызывали жуть и страх одновременно. Это были посланники дьявола, после этого никто не видел Мишек и лисичку, они попали в ад. На этом всё, с тобой был Сергей Унис, я жду от тебя лайк, ведь тебе это не сложно, а меня это жесть как мотивирует. А также подписывайся, если не боишься, но если боишься, то проходи мимо, и расскажи об этом видео своим друзьям. Они будут испуганы, они будут испуганы, но только ты будешь знать, что это моё воображение.